Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что является следствием неимоверной проходимости нашей отечественной техники Аж гордость берет Возможно на данный момент это самая детальная игра В плане отрисовки транспорта и анимации его подвижных частей Работа подвески, вращение карданов И демпфер частей, которые как правило крепятся на воздушных или резиновых подушках К тому же ярко выражены воздействия массы грузовиков на различные жесткости покрытий В которые при неумелом вождении реально можно зарыться, имея под собой даже полностью заблокированную трансмиссию А прилипающая к колесам грязь и глина и смываемая водой только украшает эти процессы Механика игры выглядит следующим образом Выделяется определенный автопарк, находящийся на базе Обычно это главная звезда спецтехники 469-й УАЗИК, 130-й ЗИЛОК и какой-нибудь флагман бездорожья В лице Урала или КРАЗа И этим арсеналам необходимо осваивать свою рабочую территорию Открывать неведомые участки карты, по которым сами себе будем прокладывать наиболее удобные маршруты Выискивать неудобно запаркованную технику, а иногда даже поврежденную Расширять свои точки базирования, перевозя на них необходимое гаражное оборудование И конечно же возить бревна с лесоповалов на пилорамы Причем не все места погрузки оборудованы Часто грузиться приходится вручную своими силами Для этого всего на базе необходимо на каждый автомобиль установить необходимое оборудование Лесовозом площадки, прицепы, кузова, ремонтным автомобилем будки с необходимыми инструментами Заправщиком соответственно емкость для соляры И вся эта техника может напрямую взаимодействовать между собой И в одиночном режиме порой стоит задуматься, как это может упростить движение по выбранному маршруту К примеру, в каком-нибудь удобном месте можно поставить бензовоз для дозаправки мимо идущей техники А в труднопроходимых местах поставить тягач Мы же знаем, что не всегда в залитой водой глине техника пробирается самостоятельно Вообще, контентов голой лицензионной версии игры не так уж и много Несколько карт, несколько моделей автомобилей Но все же образовалось огромное количество народных умельцев Которые буквально засыпали мастерскую в стиме И множество форумов и сайтов различными картами и кучей различной техники На любой вкус и цвет, а порой даже абсурдной В общем, проект выполнен довольно впечатляющий Но все-таки многих моментов мне лично не хватает Кое-что, конечно, реализовали средствами модификации Но лишь поверхностно В первую очередь в игре хотелось бы видеть вид из кабины Причем каждого автомобиля Но кокпит просто отсутствует Рулить можно либо вращая камеру вокруг машины Либо сидя на крыше Недоумение вызывает и коробка передач Которая общая для всех автомобилей И выполнена в виде гибрида Имеется автоматическое переключение Повышенная передача И ручная пониженная Поскольку выбор передачи имеет важное значение В условиях тяжелой проходимости То, как по мне, особенности передач реальных автомобилей Подошли бы больше И самая главная техническая погрешность Она заключается в том, что технические особенности трансмиссии Представлены неверно Что может ввести в заблуждение тех, кто о ней мало знает Я сейчас объясню на примере Урала 4320 Автомобиль Урал Один из лучших автомобилей высокой проходимости Имеет высокий клиренс Прост в текущем ремонте в полевых условиях До пожара на заводе КАМАЗ был оснащен КАМАЗовским двигателем После этого стали устанавливаться двигатели ИМЗ 236 и 238 Присущие автомобиля МАЗ и КРАЗ Но трансмиссия Все, что идет после коробки Остались прежней У Урала три ведущих моста Средний мост проходной И находится в постоянном зацеплении задним Передний же постоянно работает через дифференциал в раздатке И при включении блокировки Дифер блокируется, соединяя передний мост с задними Но на дифференциалах во всех редукторах блокировок нет Правые и слевыми колеса не блокируются на Урале Поэтому грести Урал может лишь тремя колесами По одному на каждом мосту У которых хуже сцепление В игре же гребут почему-то все Трансмиссия же КАМАЗов имеет несколько иные особенности Но так как у нас не автоблок Эту тему оставим в покое Но все-таки было бы круто Если бы эти моменты были учтены для каждого автомобиля И несмотря на это Достоинства проекта я нисколько не занижаю Спинтайрос это действительно шедевр Не имеющий аналогов К тому же еще и с возможностью коллективной игры До четырех человек на одной карте Что хорошо подойдет для тех кому некуда девать свое время А у меня на этом все Спасибо за присутствие Ни в коем случае не сыпьте сахар в бензобак До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok